Сейчас мы стартуем наш табло-сервер. Он у меня стартует на виртуальной машине. Минимальные требования моего компьютера удовлетворяют минимальным требованиям, при которых табло-сервер стартует. Поэтому мы продемонстрируем просто, как выглядит интерфейс, как мы работаем с правами системного администратора сервера через веб-интерфейс. Вот наш сервер стартовал, открылось приглашение, выполним логин в сервер с правами администратора, и увидим здесь некую стартовую страницу. По умолчанию можно ее сконфигурировать так, чтобы конкретному пользователю показывалась конкретная стартовая страница. Возможно, некоторые пользователи пойдут прямо в папку конкретных проектов, а другие будут, как мы, как администратор, будем стартовать с стартовой страницы по умолчанию, где нам видно все содержимое сервера. Интерфейс табло-сервера устроен по принципу портала. То есть у нас есть на сервере визуализации, то есть книги Workbooks объединены в проекты. Проекты – это папки с книгами, и, соответственно, мы можем их просматривать по проектам. Давайте откроем проект Default. Мы здесь видим две визуализации на разных живых подключениях к данным. Здесь визуализации, они примерно одинаковые по смыслу и по наполнению, но одна из них выполняет живое подключение к базе данных EXO-Solution, которую мы сейчас запустим на нашей виртуальной машине отдельной. Вторая делает аналогичную вещь, только коннектится к вертике. Вертику тоже можно запустить в качестве нашей отдельной виртуальной машины. Я сейчас запущу базу данных EXO-Solution, и у меня получится интересная комбинация здесь. У меня будет виртуальная машина с табло-сервером под управлением Windows, виртуальная машина с базой данных под управлением EXO-Solution, и они будут, эти виртуальные машины, друг с другом взаимодействовать, как табло-сервер взаимодействует вживую с аналитической базой данных. Я буду визуализацию, я буду наблюдать со своего сервера, посмотрим, насколько это будет быстро, живо, почувствуем, какой табло-сервер по поводу требовательности к ресурсам. Открою еще одну виртуальную машину, которая под виртуал-боксом. Вот это у меня машина EXO-SOL, я ее запускаю. Все, моя машина стартовала, соответственно, на ней сейчас будут исполняться запросы к ней со стороны табло-сервера. В браузере я теперь могу открыть вот эту книгу. В этой книге у меня один дэшборд всего, и я попробую сейчас его отрисовать, используя живое подключение к моей виртуальной машине EXO-Solution. Порядка минуты, я думаю, что будет здесь строиться визуализация. Она довольно насыщенная. В базе данных количество записей небольшое, порядка 10 миллионов в дейтасете. У нас построилась визуализация, и дальше мы с ней взаимодействуем. Можем отфильтровать какие-то штаты, которые у нас изображены на карте. Это мы сейчас все уберем, да. Давайте добавим какой-нибудь... Возьмем штат Калифорния, например. Он у нас появится тут. Да. Штат Аризона. Мы видим, что у нас состояние фильтров сделано так, что при каждом выборе из фильтра у нас происходит перерисовка визуализации. Теперь мы можем применять динамические фильтры. К отдельным частям нашей визуализации. Вот мы фильтруем комиссию дилеров. Соответственно, от маленького... Маленькие проценты убираем, оставляем только те сделки, которые с высокой дилерской комиссией, там, больше 5%. Также мы можем посмотреть конкретные сделки, которые у нас происходили, например, в конкретном городе. Возьмем город поменьше, потому что количество записей должно быть небольшое. И можем сразу посмотреть количество записей. Табло-сервер нам, в отличие от табло-десктопа, выдаст менюшку. Он нам показывает не в окне, который мы можем скопировать и вставить потом из буфера в файл какой-то текстовый. Он нам просит скопировать конкретную конкретную вот эту вот табличку в текстовый файл, либо скопировать записи, которые составляют эту таблицу, опять-таки в текстовый файл. При этом он показывает первые 100 записей, мы их можем скопировать в файл. Это довольно быстрая процедура. После этого мы возвращаемся в нашу визуализацию. И, соответственно, теперь поработаем с каталогом табло-сервера с точки зрения администратора. Так как я являюсь администратором сервера, то мне доступны помимо собственно содержимого сайта и разделы, которые управляют сервером. Я могу посмотреть своих пользователей. В данном случае я пока только один, поэтому я могу добавить пользователя локального, просто назначить конкретного пользователя с его логином в виде e-mail адреса и паролем. И пользователь под этим логином и паролем будет на сервере зарегистрирован и может работать. Я могу пользователей объединить в группы. По умолчанию у меня пока группа all users из одного пользователя, меня самого. Я могу посмотреть статус моего сервера, мониторить. У меня здесь запущены процессы, которые выполняются на сервере. Видите, их количество больше, чем один. И все они, по крайней мере, в одном экземпляре важны для того, чтобы сервер выполнял свои функции в полном объеме. Могут быть теоретические конфигурации, когда тот или иной процесс можно деактивировать, если у вас есть кластер, то есть несколько машин. У меня пока одна показана, больше я не могу просто установить. Но если несколько машин, объединенные в кластер, то процессы можно перераспределить по машинам и назначить одним машинам одни роли функциональные и, соответственно, один набор процессов, другим машинам другие роли функциональные и, соответственно, другой набор процессов. Если какой-то процесс у нас упал или статус его недоступен, это означает, что он не отвечает, то это сигнал к тому, что что-то не так с сервером или с кластером, и нужно принимать определенные действия, предпринимать. Как правило, можно эту страницу мониторить. Страница это есть XML-файл, который по шаблону, содержащемуся на сервере, автоматически генерится. Можно этот XML-файл периодически дергать, парсить и разбирать его. Если в этом файле есть слово ERROR, это означает, что табло сервера находится в каком-то непонятном состоянии, требующем внимания администратора. Дальше на этой странице нам доступны некоторые инструменты мониторинга, сбора статистики. Мы можем посмотреть, например, какой трафик мы сгенерили для каких view. Ну, вот у меня сервер только стартовал, поэтому в текущей сессии у меня есть только один-единственный просмотр моей одной визуализации, ну, мной же самим, произошедшей сегодня в 6 вечера. Если я буду дальше пользоваться сервером, ну, давайте я попробую это сделать. Я открою проект, например, Tableau Samples, в котором есть много разных визуализаций. Буду выполнять их просмотр, взаимодействовать с ними. Сервер мне будет отрисовывать эти страницы. Я буду другую визуализацию смотреть, затем третью. Таким образом, у меня страницы статуса, у меня накапливается статистика. Я могу посмотреть, ну, практически в реалтайме. Вот уже я сделал 5 просмотров страниц, то есть 5 транзакций с Tableau сервером осуществил. Дальше все это разворачивается во времени, и Tableau использует, естественно, свой собственный инструментарий визуализации для того, чтобы эту статистику анализировать. Анализируется трафик, анализируется действия конкретных пользователей. Ну, например, я могу посмотреть конкретно свои собственные действия, что я сейчас сделал. Вот я посмотрел, я залогинился один раз и сделал 5 view различных конкретных дэшбордов. Какой это дэшборд, я могу выделить его и посмотреть, так сказать, что это такое за дэшборд. Администратору важно не только действия со стороны фронт-энда, то есть со стороны пользователей, а ему важно еще, какие фоновые задачи происходят в это время на сервере. И, соответственно, если среди этих фоновых задач есть те, которые завершились с ошибками, то вы на этих экранах, двух экранах, вы получите предупреждение, либо нет. Ну вот, у меня сейчас, пока я работал от начала, от момента старта сервера, у меня прошли, так или иначе, 11 фоновых задач, которые не связаны с обновлением экстрактов. У меня сейчас там нет экстрактов обновляемых. А есть, соответственно, только действия, связанные со стартом сервера, авторизацией пользователя на сервере, с обновлением индекса. Соответственно, вот эти фоновые задачи осуществляются процессом, который называется бэкграундер. Вот он у меня, этот один процесс, и он успевает пока, так сказать, все свои фоновые задачи решать. В норме таких процессов бэкграундера может быть больше, чем один, 24, 8 или больше, в зависимости от мощности кластера, количества доступных ядер и тех задач оптимизации, которые мы выполняем с этим табло-сервером. Некоторые установки табло-сервера нам доступны через панель администратора. Это установки по максимальному размеру хранилища, которые табло-сервер использует. Табло-сервер, он хранит содержимое сайта, то есть визуализации, экстракты и служебную информацию о пользователях, и информацию, которую он собирает с помощью мониторинга, логи. Он хранит это все в файловой системе Windows и в базе данных Postgres, которые мы, собственно, имеем доступ через веб-интерфейсе, который пользуемся в процессе работы. Табло нам позволяет, например, выставлять флаг снапшотов для мобильного клиента. Эта функциональность у нас доступна, начиная с версии 9.1, и мобильный клиент для iOS и для Android есть. Но в данный момент оффлайн снапшоты делаются только для iPad, для операционной системы iOS. Те параметры, которые нам не доступны для изменения на панели через веб-интерфейс, они нам доступны для изменения с помощью командной утилиты управления Tab Admin.